Сейчас, наверное, вы будете смеяться. Во всяком случае, я, когда первый раз читал эту бумагу, чуть не свалился со стула, а потом пришел в восхищение. Давайте читать, а потом я прокомментирую. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела поселок Устишим, 25 сентября 1979 года. Я участковый инспектор Устишимского РОВД ОВД Омской области, капитан милиции Минтелев, рассмотрев заявление гражданки Погрибовской, которая проживает в поселке Малый Бича по улице Колхозной, установил, что гражданка Погрибовская имеет в своем хозяйстве три поросенка в возрасте 4 месяцев, одну свиноматку в возрасте 3 лет и одного кабана в возрасте 6 месяцев. 7 сентября 1979 года один поросенок в возрасте 3 месяцев по кличке Боря не вернулся вместе с другими поросятами. Мною было установлено, что Погрибовская проживает на краю поселка Малый Бича, и поросята паслись на берегу реки Ягодка, которая впадает в реку Иртыш. Отбившись от основного стада, поросенок Боря пасся один вдоль берега реки Ягодка. На противоположном берегу колхозниками был посажен овес, который к этому времени уже вырос и выглядел аппетитно. Отказавшись кормиться травой, Боря решил переплыть реку и попробовать овес, но долго не решался, так как на противоположном берегу ходили колхозники и могли его побить. В 12 часов колхозники ушли на обед, и Боря решился плыть. Но он не учел направление ветра и силу течения, и так как река Ягодка впадает в реку Иртыш, Борю течением вынесло в реку Иртыш. Но перепуганное животное продолжало плыть против течения, надеясь, что выплывет, но не рассчитало своей силы и возможности. Стадо поросят решило, что он погибает, но оказать действенную помощь не смогло, и бегало вдоль берега, при этом громко визжа, и пытаясь тем самым привлечь внимание людей. Поросенок Боря длительное время барахлался в воде, при этом оглашая громким визгом окрестностей поселка Малая Бича, и после того, как изнемог, покорился участи и тихо утонул. Данную смерть поросенка Боря видели колхозники, которые убирали урожай, о чем подтверждают в своих показаниях. Таким образом, кражи не было. Вы обратили внимание на слог. Это же Зощенко в чистом виде. А ведь пишет о простой участковой усть Ишимского РУВД. «Выглядел аппетитным, неразумное животное, покорился участи и тихо утонул». Шедевр. Ну и не как известно, наше образование все куда-то реформирует. Такое ощущение, что в 90-е годы мы вошли, не умея толком ни читать, ни писать. Поэтому, наверное, некие пока безвестные умники додумались до бредовой идеи оставить аж 4 обязательных предмета в школе. Среди них физкультуру, ОБЖ, Россия в мире и некий личный проект. Совсем сошли с ума. «Боюсь, что если в будущем случится беда с потомком поросенка Боря, его трагическую гибель уже какой-нибудь районный полицейский опишет так. Абонент не сконекнулся с берегом и находится вне зоны действия сети». Абонент не сконекнулся с берегом и находится вне зоны действия. Абонент не сконекнулся с берегом и находится вне зоны действия.